всем привет с вами кекс и сегодня я очень быстро хочу рассказать как сделать вот такой объемный шоколадный цветок этого цветка совершенно достаточно для того чтобы украсить один тортик чтобы не было сильно наляписто то есть очень круто получается на самом деле в общем делается все очень просто у меня вот здесь силиконизированный пергамент вы можете использовать и если у вас есть такой то его если нет то файлик или какую-то плотную папочку как бы чтобы у нас наш цветочек было глянцевые блестящие то есть нужно что-то гладенькое на обычном пергаменте он будет немножко шершавенький но тоже получится за неимением ничего используйте его я сейчас делаю просто изгибы такие которые мне нужны для лепесточка то есть первое я взяла скалку и вот у меня от ремонта осталась труба для воды у нее как бы изгиб поменьше соответственно листочки будут меньше то есть на скалке у меня будут листочки самого большого размера вот и меньше и меньше всего я буду делать для своего цветка три вида лепесточков то есть чтобы он у меня казался как настоящий да настоящий он шоколадный но собственно вы меня поняли пользуюсь я вот таким вот методом очень интересно у меня вот кондитерский мешок в нем уже застывший шоколад с предыдущего моего там раза для таких дел всегда я использую именно мешок и сразу в него засыпаю шоколад свой шоколад этот у меня уже не требует темперирования если вам нужно отдельно темперировать шоколад пожалуйста займитесь этим обязательно то есть так не делайте потому что не получите того эффекта что нужно вот но мы шоколад я вот так ставлю топиться в микроволновку просто вот он у меня уже размикает я его периодически достаю и перемешиваю то чтобы он не перегревался с одной стороны вот достала и еще раз положила еще на 15 секунд очень удобно пакете чувствую еще там маленькие комочки и вот так вот зажимаю кончик разминаю просто внутри чтобы не было мне никаких комочков все очень быстро и нет никакой лишней посуды очень люблю такой метод и у меня такой и с белым шоколадом лежит очень удобно растопил чуть-чуть и если какие-то фигурки на торт цеплять чик-чик все очень быстро иногда бывает что не на микроволновке а защипываю скрепкой кончик и горячую воду в чашку опускаю или просто сверху прищипываю к чашкой этот кончик чтобы вода не набиралась а просто горячую воду и тоже все отлично собственно вы видите все сами и здесь особо рассказывать так нечего просто от руки я делаю довольно крупные лепесточки чтобы у меня получались объемные они я делаю такие вот три внутри вообще мне нужно пять лепесточков но я просто знаю что я когда буду снимать у меня обязательно что-то сломается поэтому я всегда делаю один-два запасных лепесточка ну на всякий пускай лучше будут я слешу их обратно верну к общему шоколаду растоплю потом следующий раз то абсолютно без проблем я вот сделала уже вы видите три разных размера по 5 лепесточков вот то есть одни были поменьше и одни еще чуть поменьше и сейчас я их аккуратненько просто постараюсь поснимать со своего пергамента цеплять мы их будем вот так вот блестящим вниз как я сейчас переворачиваю так и будем видите вот уже один сломался как я и говорила я себя знаю вот видите если сейчас обратите внимание то они уже там внутри переливаются то есть они уже красивые они буквально отличаются друг от дружки размером ну не знаю может по сантиметру где-то вот собственно и все очень быстро на самом деле шоколад у меня застыл сейчас на улице прохладные квартире собственно у меня тоже пока не жарко плюс открытое окошко свежий воздух поэтому сохло буквально минут 15 и я уже все поснимала я вот вы видите на центр налила каплю шоколада и нижние свои лепесточки которые у меня поддаются что становится прямо ровненько то их не нужно подпирать снизу а те которые у меня начинают оттопыриваться немножко откидываться которые не пристают к шоколаду или меня не устраивает как они лежат мне их приходится как-то или подпереть вы видели с нарвала салфеток который я буду подкладывать потом под мои лепесточки чтобы они у меня были красивой формы вот видите сейчас я подкладываю так чтобы они стояли так как не нужно и шоколадным заделываю швы между самими лепесточками чтобы они еще друг дружки держались то есть это была цельная как бы срединка чтобы она меня нигде не распалась ни один лепесточек нет по и опять налила сверху такую лужицу работаем очень быстро потому что шоколад застывает чтобы не надо было много накапывать туда вот поэтому нужно работать довольно быстро ведь я поменяла бы увидел меня там лопнутый лепесточек я поменяла его просто и вот так вот подкладываю и вставляю лепесточек подкладываю бумажечку вставляю лепесточек и лепесточки вставляю я в промежутке между теми лепесточками так наш цветочек будет казаться намного объемней Поэтому чередуйте как в шахматном порядке И тоже аккуратненько Долго в руках лепесточки не держите Потому что это шоколад, они тают И быстренько-быстренько мы все вставляем То есть на самом деле Здесь уже сложности не должно возникнуть Вы просто приклеиваете Все лепесточки, которые вам надо Приклеите, приклеите В шахматном порядке Можно, конечно, сделать совсем огромный лепесток И сделать не в три слоя, а больше Ну, мне достаточно и трех слоев Иначе очень громоздкий получится наш цветочек Можно так сделать из цельных лепестков То есть полностью залить шоколадом Или, допустим, сделать одну полосочку белую А две черных Ну, то есть абсолютно на ваш вкус Можно сделать одну полосочку черную А внутри сделать белую, но широкую То есть, пожалуйста Здесь могут быть цветы яркие, красивые Можно делать вообще на Специальном таком листе, который с рисунками находится На который шоколад выливают И потом можно с рисунками все Я здесь еще налила лужицу И хочу Несколько бусинок в центре прицепить Просто, чтобы у меня как красивая серединка была У моего цветочка шоколадного И мне осталось подождать Буквально минут 15 Может там... Ну да, минут 15 я подожду Чтобы у меня хорошо Внутри схватился шоколад, застыл Я могла без вреда мой цветочек перенести на тортик То есть, тортик у меня уже готов Вот Собственно, цветочек мой уже остыл Мне теперь нужно достать аккуратненько наши бумажечки Я это сделала ножничками Но вы можете воспользоваться или пинцетом Если вам удобно пинцетом Но пальцами я туда не лезу Потому что всегда у меня получается потом что-то задеть И эти штучки тоненькие Поэтому не хочется ничего испортить Я аккуратненько ножничками защипывала и поснимала Теперь можно все это прицепить уже на тортик Тортик у меня здесь внутри красный бархат Можете посмотреть рецептное видео с творожным кремом И с ежевичным конфитюром По бокам он у меня покрыт обычными взбитыми сливками натуральными А сверху шоколадный глясаж для торта Такой, как я уже показывала тоже в своих видео Или перейдите по ссылочке Если она у вас есть сверху Собственно, вот мой тортик Кому понравилось это видео Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на мою новую группу ВКонтакте Буду рада вашей подписке Вашим отзывам Если вдруг что непонятно Какие-то вопросы или я что-то упустила Обращайтесь, все подскажу, чем смогу С вами был Кекс Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok